которые стоят перед гражданом. Я думаю, что мы здесь едим в понимании. Именно с учетом во многом вот этого непростого кризисного или посткризисного периода, об этом, так сказать, можно спорить, как назвать, именно международное и межпартийное сотрудничество, на мой взгляд, призвано сыграть определенную значимую роль. Поскольку единого рецепта в борьбе с кризисными и посткризисными явлениями, к сожалению, не существует, уже обмен мнениями между заинтересованными политиками, имеющими схожие проблемы, может уже оказать некоторое влияние на разруливание ситуации. Партия «Единая Россия» позиционирует себя как партия центристской направленности. В большой Европе мы сотрудничаем с Европейской народной партией. Сегодня у «Единой России» устойчивое отношение, есть такое политическое объединение КАП, это объединение партий Азии и Океании. Сейчас налаживаются отношения тоже с очень большим крупным латино-америкадским объединением межпартийным, которое называется КОПАУ. С 21 партией у «Единой России» сегодня подписано соглашение о сотрудничестве и ряд протоколов. Естественно, что партия «Единая Россия» выбирает себе в качестве партнеров партии, которые позитивно относятся к России, это понятно. Мы не имеем отношения с партиями, которые имеют антироссийскую направленность. Нас интересуют и нам близки те партии, которые, с одной стороны, рассматривают Россию как интересного, выгодного, важного партнера и разделяют те базовые ценности и принципы, которые лежат в основе нашей партии. Это общеевропейские гуманитарные ценности, которые, в общем, всем известны. Если говорить предметно о сотрудничестве между нашими партиями, то госпожа Пруйскине совершенно замечательно определила это сотрудничество как взаимодействие, направленное на формирование благоприятного политического контекста для целого ряда связей экономических, бурных, гуманитарных. Спасибо.